К концу 70-х годов XX века наступательные возможности войсковых соединений Советской Армии и ее союзниц по Варшавскому договору существенно выросли. Крупномасштабные военные учения, которые проводились в СССР, наглядно показывали, какая лавина может обрушиться на противника в случае начала войны. В ответ на это в странах блока НАТО появилась концепция так называемого удара по вторым эшелонам. Западные военные теоретики исходили из того, что передовые линии обороны армии НАТО выстоят в начале возможного военного конфликта в Европе. Но их сопротивление будет неизбежно сломлено быстро прибывающими на фронт и вступающими в бой резервами противника. Это и называлось вторым эшелоном наступающих советских войск. Соответственно, уничтожить эти резервы надо было задолго до их подхода к линии боевого соприкосновения сторон. Основой концепции стала ставка на дальнобойные системы вооружений – бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты. В ближней зоне должна была работать ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. Удары по прибывающим советским соединениям планировалось наносить на всю глубину их боевого построения. Для этого необходимо было иметь артиллерийские системы, которые превосходили по дальности действия советские. Таким образом, натовская артиллерия смогла бы вести огонь, оставаясь вне досягаемости их огня. В ответ на это советским конструкторам предстояло создать свое новое оружие. В 70-е годы на вооружение советских ракетных войск и артиллерии поступило сразу пять типов самоходных орудий разного калибра и уровня подчиненности. От артиллерийских полков мотострелковых войск до артиллерии резерва главного командования сухопутных войск. По оценке западных экспертов, благодаря этой технике Советский Союз существенно повысил живучесть и маневренность своей артиллерии. Это были САУ «Гвоздика», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и «Пион». В целом, они соответствовали и даже в чем-то превосходили аналогичные артсистемы потенциального противника. Но в середине 70-х годов ФРГ Великобритания и Италия приступили к созданию новой самоходной гаубицы СП-70. Ее калибр составлял 155 миллиметров. Расчетная дальность стрельбы должна была составлять примерно 30 километров. В СССР ее прямым конкурентом была самоходная гаубица «Акация». Она могла вести огонь максимум на 20 километров. Подобные характеристики давали очень большое преимущество над советскими дивизионными артиллерийскими системами. Эти характеристики позволяли уничтожать силы и средства стран Варшавского договора еще задолго до выхода их в район предназначения для ведения боевых действий. Логика гонки вооружений, которая развернулась между СССР и западными странами во время Холодной войны, предполагала, что во всем должен быть паритет. Надо было как минимум не уступать, а лучше все же превосходить противника. Тем более, что «Акация» входила в состав артиллерийских полков, танковых и мотострелковых дивизий. Это была основа ударной силы сухопутных войск. Конфликт со странами НАТО. И это было развитие той тактики, которая уже прорабатывалась, когда имеет место встречное сражение, и противники перед тем, как столкнуться друг с другом в танковых боях, осуществляют дальнее огневое нападение, воздействуя друг на друга дальнобойной артиллерии, в том числе дивизионной. Советские военные и без внешнего раздражителя понимали, что характеристик «Акации» недостаточно. Война с возможным использованием тактического ядерного оружия диктовала свои условия. Нельзя было концентрировать войска на коротком участке фронта. В противном случае один даже весьма локальный ядерный удар привел бы к большим потерям. Если во время Великой Отечественной войны дивизия перед наступлением могла сосредотачиваться на двух-трех километрах фронта, то теперь речь шла о двух-трех десятках километров. Вообще особенность новой эпохи, она заключалась в том, что небольшое количество людей действовало на большом пространстве. И необходимость покрывать сразу одним соединением сухопутных войск, то есть дивизий, большую площадь, оно порождало создание орудия, способного бить в пределе до дальности 30 километров и поддерживать свои войска на этой большой дальности. И это большое расстояние, не только даже какой-то широкий фронт, но и быстрое продвижение вперед. Потому что когда войска двигаются стопроцентно механизированные на танках, БТРах, БМП, то, разумеется, вот эта вот скорость движения, она тоже порождает необходимость бить сразу на большую дальность. Исходя из всех этих предпосылок, в 1976 году Уральскому заводу транспортного машиностроения под руководством Юрия Томашова поручили создать новую самоходную установку дивизионного звена. В качестве основного оружия для этой САО решили использовать артиллерийскую часть буксируемого орудия, которая разрабатывалась на Волгоградском заводе баррикады под руководством Георгия Сергеева. В последующем гаубицы получили обозначение 2С19 Мста-С самоходное и 2А65 Мста-Б буксируемое. Их калибр составлял 152 мм. Буксируемый вариант Мсты был принят на вооружение в 1986 году. На разработку самоходной версии времени потребовалось больше. Машину решили разрабатывать на базе новейшего на тот момент танка Т-72. Это обычная практика при создании САУ, которая позволяет упростить производство и эксплуатацию военной техники. Первый опытный образец новой самоходной гаубицы был готов в 1983 году. Однако в ходе испытаний были выявлены серьезные недостатки, среди которых была большая раскачка орудия при стрельбе. Поэтому катки и торсионную подвеску решили позаимствовать от еще одного нового советского танка Т-80. Это была достаточно скоростная машина, и ее ходовая часть лучше подходила для компенсации раскачивания. Окончательные испытания орудия Мста-С прошли во второй половине 80-х годов. И в 1989-м новая самоходная гаубица была принята на вооружение. Максимальная скорость движения машины по шоссе составляла 60 км в час и 30 км в час по пересеченной местности. Запас хода 500 км. Толщина броневых листов корпуса и башни самоходки составляла от 15 до 30 мм. Это обеспечивало противопульную и противоосколочную защиту экипажа. Ствол гаубицы можно было наводить по вертикали в диапазоне от минус 4 до плюс 68 градусов. Вращающаяся башня обеспечивала круговой обстрел. Максимальная дальность стрельбы Мсты при использовании активно-реактивного снаряда достигала 29 км. Это было сопоставимо с дальностью стрельбы европейской самоходной гаубицы СП-70. Правда, до серийного производства этой боевой машины дело по ряду причин так и не дошло. Но оппонент для Мсты все же нашелся. В 80-е годы американцы провели модернизацию самоходной гаубицы М109 калибра 155 мм и увеличили ее максимальную дальность с 24 до 30 км. При этом по возимому боекомплекту Мста-С американскую М109 превосходила. 50 снарядов против 39. Мста создавалась позже. И, конечно, Мста выглядит предпочтительнее со всех точек зрения. Здесь и возможность конверной погрузки выстрелов, и автоматизация заряжания. И здесь, конечно, если сравнивать с американской самоходкой, то с учетом оснащения, например, современными средствами навигации и связи, Мста представляется орудием как минимум наглого выше, чем у наших, что называется, партнеров. В 70-е годы в СССР решили создать и новую реактивную систему залпового огня. Основной задачей также являлось увеличение дальности стрельбы. Точкой отсчета для систем реактивной артиллерии стали применявшиеся еще в годы Великой Отечественной войны «Катюши». Их снаряды могли поражать противника на удалении до 8 км. Уже в начале 60-х годов на вооружение советской армии была принята боевая машина БМ-21 «Град». Ее дальность стрельбы составляла 21 км. Примерно тогда же было отмечено, что использование реактивных систем залпового огня по эффективности соизмеримо с применением тактического ядерного оружия, но без последствий в виде радиоактивной зараженности местности. Кроме того, ядерное оружие было дорогим. Не менее эффективно решить боевую задачу можно было и с помощью систем залпового огня, но для этого надо было еще увеличить их дальность действия. В середине 70-х годов на вооружение советской армии была принята боевая машина 9К57 «Ураган». Калибр ее реактивных снарядов составлял 200 мм. Пусковая была рассчитана на 16 таких ракет. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляла уже 35 км. Но к началу 70-х годов и в США появилась аналогичная боевая машина. Это была универсальная пусковая установка М270 МЛРС в варианте реактивной системы залпового огня. Ее дальность стрельбы была даже несколько больше – 40 км. В обеих странах стали просчитывать варианты по дальнейшему увеличению дальности стрельбы подобного оружия. Главная проблема была в большом рассеивании неуправляемых ракет, которые применялись в таких системах. Это компенсировалось как раз массовым залпом, но при увеличении дальности рассеивание возрастало. Кроме того, для увеличения дальности нужны были ракеты большего размера. Их количество на одной машине сократилось бы, и залп меньшего количества ракет не смог бы компенсировать низкую точность. Американцы, когда создали систему МЛРС, они решили, что дальше 40 км развивать дальность стрельбы этой системы нет необходимости, потому что в последующей дальности уже большое рассеивание и точность пропадает. Конструкторы Тульского НИИ «ТОЧМАШ» под руководством Геннадия Денежкина нашли способ решить эту проблему. Они разработали для новой дальнобойной системы залпового огня корректируемые реактивные снаряды. Для этого была придумана специальная газодинамическая система управления движением этой ракеты, которая функционирует в течение первых нескольких секунд полета, которая позволяет этой ракете стабильно вылетать из спусковой установки и идти дальше по той траектории, которая была заложена в них. То есть вот в 70-е годы эта задача оказалась нетривиальной, и на решение было потрачено очень большое количество времени, но она была решена. Новая реактивная система залпового огня получила обозначение 9К-58 «Смерч». Калибр ее снарядов составлял 300 мм. На одной пусковой размещалось 12 таких боеприпасов. Максимальная дальность стрельбы «Смерча» составила 70 км. На вооружение новую боевую машину приняли в 1987 году. Система «Смерч» произвела примерно ту же революцию в военном деле, как и появление когда-то системы «Град». Потому что она смогла решать задачи, которые перед этим решались с помощью управляемых ракет типа «Точка». А эффективность нанесения ударов «Смерчом» соответствует нанесению удара с помощью тактического ракетного оружия. А это означает, что стоимость решения боевой задачи разнится на несколько порядков. Поэтому цена использования «Смерча» оказалась значительно меньше, чем использование вот этих вот специальных боевых средств, в том числе и ядерных. Подготовка «Смерча» к бою занимает 3 минуты. Полный залп производится в течение 38 секунд. После стрельбы батареи готовы к маршу через одну минуту, что позволяет оперативно уйти из-под ответного удара противника. В состав комплекса «Смерч» входят также транспортно-заряжающие машины, на которое позволяет перезарядить пусковую установку в течение 15 минут. В процессе модернизации дальность стрельбы «Смерча» была увеличена до 90 километров. «Смерч» обеспечивает поражение противника на дальних подступах, еще до того, как он подойдет к переднему краю наших войск и поражает в колоннах, поражает подразделения противника в районах сосредоточения, в районах выжидания. Поэтому еще до входа в зону поражения других артиллерийских систем эта система обеспечивает поражение противника достаточно с высокой вероятностью и эффективностью. Огонь! С середины прошлого века различные ракетные комплексы прочно вошли в систему вооружения сухопутных войск. Одним из направлений, где ракеты дополнили возможности традиционной ствольной артиллерии, стала и борьба с бронетехникой противника. Противотанковые ракетные комплексы позволили увеличить эффективную дальность поражения танков с двух километров, как это было у противотанковых пушек, до трех-четырех. Но противотанковые ракеты, как и любое управляемое оружие, были подвержены воздействию помех. В зависимости от типа применяемого наведения, это могли быть радиоэлектронные или оптические помехи, которые могли сорвать наведение. Кроме того, первые противотанковые ракеты летели к цели достаточно медленно. На 3-4 километра полета им требовалось 20-25 секунд. Заметив их пуск, можно было открыть огонь по оператору-наводчику и прервать наведение. Пока ракета летит до цели, оператор находится на месте. Пока он наводит ракет на цель, он уязвим. Бежать он не может, если это он может погибнуть. И второе, чем меньше скорость полета, тем меньше у вас скорострельность. Пока у него не долетела первая ракета до цели, следующая выстрелять не может. В середине 70-х годов в Коломенском КБ машиностроения под руководством Сергея Непобедимова был создан новый противотанковый комплекс. Он назывался «Штурм». Скорость его ракеты превысила сверхзвуковую и достигла 450 метров в секунду. В два с половиной раза больше, чем у предшественниц. Чтобы преодолеть 5 километров, ей требовалось всего 11 секунд. Среагировать на ее пуск было куда сложнее. Комплекс разрабатывался в двух вариантах. Для вооружения вертолетов и самоходных установок. И во время испытаний наземного варианта возникла непредвиденная проблема. Пуск сверхзвуковой ракеты поднимал большое облако пыли. Естественно, оно мешало и оператору обеспечить стрельбу. Из-за этого точность и эффективность сильно снижалась. Для этого нами впервые был придуман интересный метод. Он так и назывался режим «пыль». То есть оператор наблюдал в прицельное устройство цель. При этом ракета летела с разъюстировкой, ну, например, 5 метров выше линии визирования. Тем самым полевое облако просто не стало формироваться. А уже при приближении к точке попадания эта разъюстировка убиралась и обеспечивалась прямое попадание в цель. Самоходный комплекс получил обозначение «Штурм-С». Он был создан на базе транспортера МТЛБ. В его арсенале имелось 12 ракет. Перезаряжание происходило механическим способом при помощи установки барабанного типа. Благодаря автоматизации заряжания скорострельность составила до 4 выстрелов в минуту. Успехи ракетчиков заставили конструкторов бронетехники искать пути повышения защищенности танков. Первый и самый очевидный способ был в увеличении толщины броневых листов. Но это вело к росту массы машин. Тогда придумали составную броню. Между двумя стальными броневыми листами помещался наполнитель из другого, более легкого, чем сталь, материала. Такой наполнитель резко гасил мощность кумулятивной струи противотанковых снарядов. Кроме того, на танках стали использовать различные приспособления, которые заставляли кумулятивные заряды подрываться еще до встречи с броней. Но эти варианты защиты можно было обойти более мощным кумулятивным зарядом, который даже сработав на расстоянии мог пробить броню. И тогда на танки стали устанавливать так называемую динамическую защиту. Это были небольшие заряды взрывчатого вещества, которые крепили на корпусе. При попадании в них снаряды они взрывались и гасили энергию кумулятивной струи в полтора-два раза. Этого было достаточно, чтобы нейтрализовать ее действие. Теперь ход был за создателями противотанковых ракет. И ответом стала тандемная боевая часть. То есть за одним кумулятивным зарядом следовал второй. Первый брал на себя воздействие динамической защиты, а второй пробивал броню танка. Такую головную часть получили модернизированные ракеты комплексов штурм. Они и сейчас находятся на вооружении российской армии. Ракета оказалась эффективной по применению с вертолетов, с самоходов, а потом в дальнейшем и с кораблей. И второе обстоятельство, то, что эта ракета, создаваясь как противотанковая, оказалась эффективной для стрельбы по другим типам целей. Для нее было создано несколько типов головных частей. Ее правильно называть многоцелевая. К началу 80-х годов у советских военных накопился уже солидный опыт использования противотанковых управляемых ракет. Они активно применялись на многочисленных маневрах и учениях. Анализировалась и работа советских систем в локальных конфликтах за рубежом. И далеко не все выводы были положительными. В 81-м году в СССР были проведены учения Запад. Над полигоном, где проходили маневры, висели черные клубы дыма, летала пыль, поднятая десятками боевых машин. Наблюдая за этой картиной, тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов спросил у присутствующих, а как в реальном бою в таких условиях будут функционировать стоящие на вооружении противотанковые комплексы. Проблема состояла в том, что все противотанковые комплексы могли применяться только в тех условиях, когда оператор видел цель. Танк выходил из пыли, выходил из дыма, а иногда еще ставили перед ними дымовую завесу и в упор расстреливал обороняющихся своим оружием. И жизнь показала, что эту проблему надо решать. Новый самоходный комплекс получил обозначение «Хоризонтема». Его глазами должна была стать радиолокационная станция. Она могла обнаруживать цели при плохой видимости и в темное время суток. Проблема очень сложная. Обнаружение целей у поверхности земли, радиолокации, огромная проблема. Даже самолет, летящий на высоте 50 метров, обнаруживается с проблемами. А танк идет по земле. Его еще труднее обнаружить. И это удалось решить. Наличие бортового локатора позволило упростить работу оператора наведения. После выбора объекта атаки ему лишь оставалось нажать на кнопку пуска. Система наведения сама сопровождала цель и направляла на нее ракету. Но к 80-м годам средства радиоэлектронной борьбы противника могли уже достаточно серьезно усложнить радиолокационное прицеливание. Поэтому разработчики «Хоризонтемы» предложили еще одно решение. Они вооружили ее ракетами с разными принципами наведения. Если видимость на поле боя была хорошая, то можно было наводить ракету по лазерному лучу. В сторону атакуемого танка направлялся световой пучок, ось которого совпадала с линией визирования цели. При этом формировалось информационное поле, в каждой точке которого лазерное излучение было разным. В хвосте ракеты находился фотоприемник, который фиксировал это излучение. Электроника определяла положение ракеты относительно центральной оси и выдавала команды системе управления на корректировку полета. Радиоэлектронные средства борьбы в этом случае были бесполезны, поскольку локатор в наведении не участвовал, и радиокоманды на борт ракеты не передавались. Применение двух каналов дает, во-первых, существенно более высокую помехозащищенность, более широкая возможность применения в различных условиях, и она дает возможность стрелять одновременно двумя ракетами в двух разных каналах. В тот момент ни один комплекс в мире не обладал такими возможностями. Моделирование боевых ситуаций показало, что подразделение всего из трех боевых машин способно отразить атаку 15 современных танков, оборудованных динамической защитой. Причем при любых погодных условиях и в любое время суток. В российскую армию комплекс «Хоризонтема» стал поступать в 2005 году. Такого аналога, как «Хоризонтема», при ее могуществе боевой части, здесь используется тоже новая была создана боевая часть. Она имеет достаточно серьезные показатели по эффективности. Это 1200 мм гомогенной брони за блоком динамической защиты. Также сверхзвуковая скорость полета, которая обеспечивает большую скорострельность применения при необходимости. Поэтому на сегодняшний день аналогов в таком комплексу в мире не существует. Коломенское КБ «Мышиностроение», где были созданы многие отечественные противотанковые комплексы, вообще стало одним из главных поставщиков ракетных систем в сухопутные войска. Именно здесь был создан комплекс, который является визитной карточкой ракетных войск и артиллерии российской армии. Речь об оперативно-тактическом комплексе «Искандер-М». Немного предыстории. Еще в конце 70-х в Коломне был создан комплекс «АК». Его ракета могла поразить цель на удалении до 400 км. И главное, был предусмотрен ряд мер, позволяющих успешно преодолевать зоны противоракетной обороны противника. По воспоминаниям конструктора Сергея Непобедимова, ему удоводилось читать закрытую информацию по докладу одного из армейских чинов НАТО. Там было написано, что ракеты СС-23, так называли «АКу» на Западе, могут фактически накрыть всю Европу. Комплекс «АК» действительно очень сильно напугал американцев. И поэтому они настояли на том, чтобы его включили в договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он был подписан СССР и США 1 июня 1988 года. Хотя формально «АК» не должна была попасть в это соглашение. В статье номер 2 договора под термином «ракеты малой дальности» понимались системы с радиусом действия от 500 до 1000 километров. Однако в третьей статье к таким комплексам была отнесена и «АК», при том, что ее дальность была меньше. Еще раз подтверждаю, как непосредственный участник разработки этого комплекса, что дальность полета этой ракеты была 400 километров. Договор, который был подписан с американской стороной, он начинался от ракет дальностью 500 километров. Тем не менее, американская сторона настояла на включении этого комплекса в этот договор. Конечно, исходя из того, что этот комплекс представлял очень большую угрозу для Западной Европы. С другой стороны, чисто формально этот договор не помешал Советскому Союзу буквально через полгода после его подписания приступить к разработке нового оперативно-тактического комплекса с дальностью стрельбы до 500 километров. Так и началась история «Искандера». Ядерная боевая часть для него не предусматривалась. Ставку сделали на повышение точности и более эффективном прорыве систем противоракетной обороны. В 93-м году, когда требования к комплексу скорректировали, он стал называться «Искандер-М». Он должен был заменить АКУ, но при этом действовать в рамках тех ограничений, на которые мы согласились, по габаритам и размерам. И, следовательно, комплекс должен быть меньше, легче, чем уничтоженная АК. И при этом он должен был ее заменить. Эта задача была очень непростая и очень сложная. Все это удалось сделать. На одной пусковой установке «Искандера» теперь располагалась не одна, а сразу две ракеты. Конструкторы изменили принципы наведения. Раньше система управления действовала только на начальном участке полета, пока работал двигатель. Она задавала ракете направление на цель. Теперь же управление стало возможно на всем протяжении полета. Это позволяло ракете длительно и многократно маневрировать, усложняя работу систем противоракетной обороны противника. Также ракету оснастили оптической головкой самонаведения. В результате вероятное отклонение от цели составило всего 5-7 метров. На вооружении российской армии оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» был принят в 2006 году. Это сверхсовременная система, поэтому многие ее тактико-технические характеристики находятся под грифом «секретно». Сильные стороны – это, во-первых, высокая точность и способность проверить цели практически все цели одной-двумя ракетами. Второе – это высокая вероятность преодоления противоракетной обороны. Не только существующей, но и перспективной. Третье – это наличие большого наряда различных ракет, которые могут использоваться с этого комплекса. По мнению западных аналитиков, «Искандер» является главной угрозой войскам НАТО в Европе. Он играет ключевую роль в концепции, известной на Западе как «зона запрета доступа». Она заключается в том, что войска не могут находиться в этой зоне без риска получения неприемлемого ущерба. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандерт» является уникальным, современным, пожалуй, единственным в мире средством поражения противника на достаточно высокую дальность. И в настоящее время является непревзойденным. Можно сказать, его знают во всем мире. Он может поражать как точечные цели, так и площадные цели. Поэтому его применение очень эффективно по различным объектам и целям противника. Сегодня для ракетных войск и артиллерии российской армии подготовлен еще ряд новых систем. Одна из них – это самоходное орудие 2С-24 «Хоста». В качестве основного оружия для «Хоста» выбрано универсальное орудие калибра 120 мм. Оно сочетает в себе свойства пушки, гаубицы и миномета. «Это бронированная машина. Она имеет современную систему управления огнем, которая готовит данные для стрельбы очень быстро и поражает любые цели противника на указанной дальности – до 14 километров. Она в настоящее время является, можно сказать, самой лучшей системой вот такого класса». Есть своя новинка и в артиллерии воздушно-десантных войск. Для борьбы с танками подразделения ВДВ получили самоходную установку 2С-25 «Спрут». Одной из важнейших проблем при удержании захваченного рубежа или объекта для воздушно-десантных войск является возможность применения противникам танковых частей подразделений. Поэтому оружия боевой машины десантной не всегда хватает для того, чтобы отразить атаку наступающих танков противника. И здесь необходимо создание специальной авиадесантируемой противотанковой самоходной пушки. Основным вооружением «Спрута» стала мощная пушка калибра 125 миллиметров. Такой же тип и калибр орудия имеют современные российские танки. Монтируется пушка во вращающейся башне, что делает эту боевую машину максимально похожей на танк. Но поскольку разрабатывался «Спрут» прежде всего как средство противотанковой обороны, то и отнесли его к классу самоходных установок. По сути дела, да, «Спрут» — это легкий танк. Помимо стрельбы оперенными бронебойными снарядами, осколочными и кумулятивными, также мог вести стрельбу и управляемые ракеты. Кроме того, машина плавающая. Единственное, в чем «Спрут» уступает основным танкам, так это в броневой защите. Она противопульная. Только так можно было удержать самоходку в пределах допустимого для парашютного десантирования веса. Ее масса составляет 18 тонн. Но даже несмотря на это, машина получилась безусловно уникальная и не имеющая аналогов за рубежом. Улучшили и возможности реактивных систем залпового огня. На замену установкам «Град» и «Смерч» приходят их улучшенные варианты «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Они имеют более точные системы прицеливания, использующие спутниковую навигацию, и новые реактивные снаряды с увеличенной дальностью стрельбы. Внешние машины практически ничем не отличаются от предшественников, но благодаря новым решениям эффективность их боевой работы существенно возросла. Интересной выглядит и новая реактивная система «Ураган-1М». Ее конструкция предусматривает использование разных по калибру снарядов. 220 мм от базового варианта «Урагана» или 300 мм от «Смерча». Для этого предусмотрена так называемая «пакетная замена направляющих». Подобное решение позволяет расширить тактические возможности боевой машины. В настоящее время идет большая модернизация артиллерийских систем, находящихся на вооружении ракетных войск и артиллерии. Модернизация проходит по разным направлениям. Но самое главное, вопрос, который решается современными конструкторами, это автоматизация управления огневого средства, комплексирование его со средствами разведки. Это на сегодняшний день главный приоритет в развитии ракетных войск и артиллерии. Использование современных средств в разведке и управлении огнем позволяет расширить боевые возможности даже такого, на первый взгляд, простого оружия, как минометы. В распоряжении командиров различного уровня есть переносные компьютеры, на которых отображается оперативная информация о тактической обстановке и точных координатах целей. Кроме того, это позволяет командирам высшего звена видеть местоположение своих подразделений и более эффективно управлять ими. Подобные коммуникационные системы являются частью общей сети управления боевыми действиями. В них стекается информация от различных средств разведки, включая беспилотные летательные аппараты. Полученные данные анализируются, и координаты целей распределяются между артиллерийскими подразделениями. Получил командную подготовку к открытию огня. Управляем им! Еще одна примета времени — использование корректируемых снарядов. Подобный боеприпас есть в арсенале гаубиц МСТА. Он называется «Краснополь». На начальном этапе траектории такой снаряд летит, как обычный. На конечном этапе попасть в цель снаряду помогает система наведения. Корректировщик подсвечивает цель лазерным лучом. Головка самонаведения снаряда принимает отраженный сигнал и дает команду двигателю на корректировку полета. Дальность стрельбы снарядом «Краснополь» достигает 25 километров. Правда, при этом корректировщик должен находиться от цели на расстоянии от 7 до 15 километров в зависимости от размера атакуемого объекта. Подсветка цели может производиться как с наземного выносного пункта, так и с летательного аппарата. Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» предназначен для поражения первым выстрелом без пристрелки, артиллерийских орудий, отдельных бронированных целей, БМП, БТР, движущихся со скоростью до 36 километров в час, мосты, блиндажи, отдельные объекты. Сильной стороной управляемых артиллерийских снарядов российской армии является высокая степень вероятности попадания. Если это был «Краснополь» с самых первых образцов, такая степень была 0,7-0,8 от единицы. В настоящее время с новыми доработанными снарядами эта степень поражения начинается 0,8-0,9. Простыми словами можно сказать следующее, что из 10 случаев в 9 будет поражен объект. Свою эффективность снаряды «Краснополь» показали во время боевых действий в Сирии. Они успешно поражали скопления террористов, их укрепленные сооружения, склады боеприпасов, различные транспортные средства и боевую технику. Если объяснять тактическое применение таких орудий, тем более в современных условиях, то это своего рода такой сотовый антитеррор. То есть когда расставлены орудия на дистанции, вдвое превышающие эффективность дальность их стрельбы, и на площади, где расставлены эти батареи, можно обеспечивать поддержку своих блокпостов, колонн и, наконец, каких-то подразделений, решающих задачу по контртеррористическим операциям или даже войне локального характера, и покрывается сразу достаточно большая площадь. Что касается новейших и перспективных разработок, то это в первую очередь самоходный артиллерийский комплекс «Коалиция СВ». Также прорабатывается вариант самоходной установки на шасси универсальной гусеничной платформы «Армата», на базе которой уже создан танк Т-14. Сегодня российская артиллерия развивается комплексно. Совершенствуются не только орудия, но и снаряды. Вместе с тем разрабатываются новые системы, которые должны обеспечивать эффективное применение артиллерии. Но главное, конечно, люди. Лишь умелая и слаженная боевая работа воинов-артиллеристов позволит использовать все возможности техники. В ходе боевой подготовки артиллерист должен отработать ряд навыков. Первое – это быстрота и слаженность действия личного состава любой боевой машины или же расчета орудия при подготовке его к бою. Каждый солдат, каждый номер расчета должен знать каждое свое действие. Второе – это навык в управлении расчетом орудия боевой машины. Этому навыку учатся командиры боевых машин, командиры самоходных артиллерийских установок, командиры орудий. Разные огневые задачи, разный порядок действия. Каждый должен знать свое место при выполнении огневой задачи. Только так она будет выполнена в кратчайший срок. Чем меньше огневое подразделение находится на огневой позиции, тем больше оно будет боеспособным, тем больше оно будет жить. История русской артиллерии насчитывает уже более шести веков. И это не только история одного из старейших родов войск. Это история научно-технического прогресса, история армии, история войн, история развития и суверенитета российского государства, история героизма и мужества солдат. На этом пути было многое. Технические неудачи и революционные решения, чувствительные поражения и громкие победы, смена военных доктрин и концепции развития. И каждый раз русская артиллерия доказывала свое грозное прозвище. Бог войны. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...